Максим, за вот эти годы работы в рунатологии тебе довелось пообщаться с большим количеством предпринимателей. Ты сам предприниматель, ты руководишь рядом компанией. И это не первые компании, в которых ты и работаешь, которые ты начинал и создавал. Что для тебя предпринимательство? Ну давай сначала про тебя, а потом попробуем, используя тот опыт знакомых тебе людей, поговорить о них. Что для тебя предпринимательство? Как ты в него пришел? И как ты его воспринимаешь сейчас? Может быть разницу между тем, как было в начале, и тем, что есть сейчас? Ты так емко задал вопрос. Я попробую ответить на него достаточно исчерпывающе. Хотя исчерпывающего ответа, наверное, на этот вопрос не существует. Что такое предпринимательство? Там можно как минимум начать размышлять о том, что это определенная ментальная установка, то есть определенный взгляд на вещи, с одной стороны. С другой стороны, это подход к жизни. С третьей стороны, наверное, что-то есть еще, как бы сейчас не рождается конкретных соображений. Я в этом оказался, как и во многом, что происходило в моей жизни, более-менее спонтанно. У меня образование совершенно в другой области. Какое? Я гуманитарий, глубокий гуманитарий. Назови специально. С некоторых пор я стараюсь не называть конкретно специальность от того, что она вызывает радость у тех, кто это слышит. Поскольку сейчас занимаюсь IT-припринимательством, а образование у меня совсем в другой области. Причем красный диплом. Кто знает, есть такое заведение в Петербурге. Логитмик. Кто знает, тот поймет, чему именно меня там учили. Меня прям заинтригало. Я потом залезу в интернет поискать. А ты не знаешь, да, какая профессия? Ну ладно. В общем, я на самом деле пришел неожиданно для себя. Так получилось. Сперва я оказался в бизнесе, а потом я понял, что я занимаюсь им. Ну так, собственно, часто бывало у многих, наверное, здесь присутствующих. То есть сначала занимаешься чем-то, что нравится, продуктом, услугой, чем-то, что кажется… Но это еще не был твой бизнес, ты просто как бы в профессии был. Нет, это был бизнес. Мы на троих с приятелями построили небольшое ивент-агентство. Это было первое, что делал в 20 с небольшим. И вот тогда постепенно мы осознали, что на самом деле это бизнес, хотя для нас это была некая возможность заработать некоторые деньги и провести хорошо время. Потом так получилось, что из этого я занялся, среди прочего, маркетингом, маркетингом в интернете, поскольку нужно было это агентство рекламировать. И в конечном счете, собственно, интернетом как таковым за последние 10 лет. Причем, что забавно, интернетом как таковым стал заниматься тоже несколько в необычном виде, потому что в чистом виде интернет-проектами для Рунета я стал заниматься только тогда, когда уехал в Германию. Я 8 лет прожил в Германии, и сейчас все еще нахожусь между странами. Почему ты ездил? Уехал просто потому, что случилась такая оказия. У меня давно там и основательно живут родственники, мама, сестра. И давно меня пытались перетащить. И в какой-то момент оказалось, что у меня нет аргументов. Ты пробовал там заниматься бизнесом? Не попробовать. Да, у меня там было небольшое агентство с партнером, но, конечно, бизнес в стране чужой, незнакомой, это вдвойне сложно. Более того, страна развитая, тут можно вспомнить не только Германию, в этом смысле, конечно, вариант такого как бы шаблона являются Штаты. В разной стране занятие бизнесом, как один мой приятель выразился, это вот если в России ты разыскиваешь какие-то нетоптанные тропы и по ним проходишь, и оказывается, что там возможно что-то строить, и это тебя радует, то эти нетоптанные тропы в Германии или США они давно уже найдены кем-то, и чем-то, скорее всего, не одним. Более того, скорее всего, расчищены из троп, вращены в дороги или даже просто в промышленные автобаны. И это второе, кроме чужого, незнакомого на первый момент языка, ну или, по крайней мере, неблизкого языка, это то, что мешает полноценно построить бизнес. Ну там, кроме того, очень ментальные особенности. Ясное дело, что чтобы научиться мыслить, как местные, или хотя бы близко к этому, нужно прожить там некоторое время. То есть я сейчас, может быть, там чуть лучше понимаю немцев и чувствую себя в Германии почти так же дома, как здесь, в России. Но для этого потребовалось, получается, 10 лет. Там 7-8 я жил почти безвылазно, а последние годы как раз я… Один из них говорил, что, правда, она в Штатах строила бизнес. Она говорит, вот если очень много усилий у нас ты тратишь на преодоление, то есть бизнес возможен при преодолении тех или иных препятствий, то там, так как этих препятствий нет, получается как бы чистый бизнес. Он многим дается легче, даже тем, кто, по идее, не должен бы им заниматься. Из-за этого высока очень конкуренция. Многие хотят заниматься, а у них нет для этого никаких данных, талантов или умений преодолевать. Вообще отличие в бизнесах в разных странах – это отдельная интересная тема. И ты вернулся. И ты опять вернулся и опять создавал новый бизнес. В итоге получилось то, что из Германии я начал заниматься Рунетом, как уже говорил, и в итоге меня перетащило назад в Россию уже полноценно. Продажа одного из проектов. РБК у меня все время купил. Социальный сервис, который я строил в те времена. Ну, Слава, это первый выход твой? Да, первый выход. И как тебе переговоры с РБК? Ну, тогда это было чрезвычайно экзотично для меня, поскольку один из наших общих знакомых, кстати говоря, один из топ-менажеров РБК, не буду называть его, он очень забавно вел беседу, то есть он чувствовал во мне такого провинциального мальчика из заштатного баварского городочка, как он у меня, собственно, и был. То есть для меня это было… Я строил команду удаленно, я не имел представления о том, как делаются дела в Москве. Это был практически первый такой основательный визит в Москву. И он очень как бы гнул пальцы, он очень показывал, что вот у нас-то все очень круто. Это произвело впечатление. Но в итоге мы договорились на хорошие деньги, и для меня это было первым выходом и возможностью продолжить построение. Для тебя важно вообще строить бизнес, из которого можно выйти? По-моему, ну это, знаешь, это вообще более широкая тема, я бы сказал. Я понимаю, здесь многие входили в бизнес так же, как и я, то есть не осознавая, что это бизнес, а занимаясь студией… Самозанятость. Ну да, то есть это возможность делать то, что нравится, возможность при этом зарабатывать, и постепенный рост этого заставлял смотреть на вещи иначе. Вот у меня так же получалось, и постепенно я осознавал, что я занимаюсь бизнесом, потом я понял, как он строится, начал учиться на эту тему книги, стал применять это в жизни каким-то образом, не знаю уж хорошо ли, плохо ли, как получается. И вследствие этого родились несколько проектов, и, главное, определенный опыт и понимание того, как нужно строить проекты. Конечно, не финальное, оно постоянно меняется. И одно из старающих этого понимания – это то, что бизнес должен иметь в виду возможность выхода. Ну, просто потому что если строить его иначе, то это скорее хобби, это действительно возможность себя занять. Слушай, однажды мы хотели купить доли в некоторых веб-студиях. Начали с ними общаться и столкнулись с очень интересным разговором. Когда у людей, не знаю, правильное ли слово такое, слияние с компанией, цена называется, как будто они жену продают. Я говорю, слушай, ну давай хотя бы как-то от экономики будем рассуждать. То есть вот есть оборот, есть какие-то другие вещи. Я сначала не мог этого понять. То есть откуда берутся или суммы, или ожидания. Во-первых, ощущение, что ты полностью все продаешь. Даже если ты говоришь, ну мне надо там, я хотел бы там процентов 25. Больше не надо, это же ваш бизнес. Но я как бы пользу мог бы принести. Это вот нет, все равно как будто продаем все. Это первый момент. Второе. Отсюда и цена, потому что это ведь жена, ее нужно продать целиком. Если уже остаемся, то за очень дорого. И когда приходит вот это вот… Я на самом деле к вопросу, когда мы задумываемся над тем, что, во-первых, мы можем привлекать партнеров, и это не больно. Партнеры, приходя, приносят ту или иную компетенцию. Во-вторых, что в принципе возможно продажа. Мне почему-то кажется, что есть некоторое ментальное упражнение внутри, которое не то, что разрушает слияние с компанией, а позволяет воспринимать компанию как бизнес. Ты знаешь, мне кажется, что здесь главное в осознании предпринимателя это точка, когда он понимает, что то, что он делает, не уникально. За редким случаем это так. Ну, те же бизнесы, что делаю я, они все, как можно вспомнить, они были не уникальны. А ты делаешь не уникальные бизнесы? Ну, там, скажем, сейчас у меня образовательная компания. Два проекта в области школьного и образования в области диджитал-специальностей. Но есть и другие. Есть и другие, можно на них смотреть. Можно сопоставлять обороты, структуру, время жизни, различные другие бизнес и иные метрики. И понимать, что да, ну, вот так, скажем, оценивается компания сообразно другим компаниям на рынке. Вот так-то она живет и существует. И вот так-то нужно построить твою для того, чтобы, во-первых, это работало хорошо, во-вторых, для того, чтобы можно было при необходимости или при желании выйти без того, чтобы компания пострадала. Ну, или с минимальными затратами. Вот это ощущение, что ты не уникален, это, кроме всего, ты сказал только что, ментальное упражнение, которое помогает сбить определенную спесь, мне кажется, и более трезво взглянуть на вещи. Я бы не назвал это спесью. Я думаю, что это в целом именно от того, что мы воспринимаем. Я очень долго, когда мы начинали только прям бизнес, первый год, вообще воспринимал все это как нечто такое прям как себя. То есть ты так строго следишь за бюджетом, ты там многими вещами, у тебя прям реальное слияние с компанией, кошелек почти один. То есть всем ты можешь выплатить зарплату, а себе уж как останется. И вот такие вот эти факторы, они в итоге заставляют тебя думать как это целостным. Походят путь в первый раз, ты снова-таки думаешь, что ты проходишь его по совершенно необычному пути, хотя на самом деле ты повторяешь пути множества предпринимателей, которые проходили его… Интересная мысль про неуникальность. Да, действительно интересная. Можно несколько слов, пока мы еще про тебя немножко поспрашиваем, про появление партнеров. Во-первых, как ты относишься к тому, что появляются партнеры? Или тебе важно контролировать там 100%? Договоры пригодовались? На что бы ты смотрел вообще? Ты хочешь, чтобы в бизнесе появились партнеры? На что смотришь? Деньги, профиль, понимание твоей отрасли, польза, которую может принести? И каких ты там точно не возьмешь? У меня опыт бизнеса с партнерами был в юности, и там он возник спонтанно, поэтому я никак ни на что не смотрел. Он просто случился, и мы работали вместе. В общем, более-менее получалось у нас слитно и неплохо. Но в силу того, что просто мы были молоды, у нас не было никаких особых амбиций, и достаточно ясно были разделены полномочия. В более позднем возрасте я, как правило, самостоятельно строил компанию, и опыт партнерства у меня возник снова, буквально недавно, с год назад, когда мы объединились с компанией сходного профиля, вот возник конгломерат такой, возник натология групп. Это была твоя инициатива? Да, это была моя инициатива. Это было, кстати говоря, наверное, это был один из самых сильных поступков, которых я совершал в своей жизни. Не знаю, насколько это был поступок правильный. То есть я думаю, что, конечно, был очень правильный, но в итоге жизнь покажет. Но, однако, за счет того, что мы слились, два проекта работающих в области онлайн-образования, видящих, собственно, развитие примерно одинаковое, но в разных нишах находящихся. И вот мы, Нотология и Фоксфорд, два проекта объединились в Нотологии групп и там фактически стали таким электронным издательским домом, стоящим проектом в области онлайн-образования, потому что не планируем на этом остановиться. Тяжело, кстати, шли переговоры. Я знаю, кстати, тоже иногда бывает, студии друг с другом договариваются на рынке. Давай объединимся. И вот дальше этого разговора и ужина в кафе дело не идет. У меня было два опыта этих переговоров. В одном случае они шли достаточно просто. Вот наше объединение с ребятами из Фоксфорд, оно случилось очень легко, но там была конъюнктура ситуации в том, что оно все к тому шло. Я сейчас расскажу, в чем там было, без подробностей, которые интимны, но кое-что. А вот, скажем, подобный же экзерсис с проектами другого характера. Там наши инвесторы нас все подталкивают. Вот у нас сидит два фонда в инвесторах на 20 небольших процентов от общей доли. То есть основная доля все еще у фондеров, но фонды как бы они хотят быть активны и как-то участвовать в работе компании, поэтому они все время приходят с идеями слияния. И вот попытки поговорить про слияние повторно, они не были такими простыми, как было партнерство, которое состоялось год с лишним назад. А там просто сложилось то, что ребята так же нуждались, ну не так же, а просто нуждались в деньгах, а мы в тот момент получили раунд инвестиций как раз. И я готов был сделать такой широкий жест и им эти деньги выдать под мертвый сезон, который образовательного проекта летом наступает. В общем, там как-то так сложилось. Мы увидели, как друг друга умножаем, и срослось. Но в целом любое партнерство, конечно, это очень сложная история. Особенно партнерство зрелых управленцев, зрелых предпринимателей от того, что сегодня, по-моему, прочитал где-то, исследования провели, то, что эффективность работы групп людей, ну как бы высоковольных, то есть тех, которые считают, что они имеют право решать, и групп людей, которые скорее склонны к такой, к соглашательству, к работе в кооперации, вот эффективность работы этих двух групп, люди такие, такие как бы жесткие, и более спокойные, более соглашательски настроенные, вот она как бы резко отличается. Вот первые в группе вообще неэффективны, они друг друга начинают забивать. Потому что у каждого свое видение, у каждого желание донести собственное представление. Поэтому, кстати говоря, вот я в таких ситуациях частенько вспоминаю некого Александра Афанасьева, есть книжка, читал ее, нет? «Синтаксис любви». Она на самом деле совершенно не про любовь, ее можно использовать в отношениях личных, но это вторично, то есть на самом деле она вообще про людей. И вот в этой книге он предлагает некий подход к типизации человеческих личностей через распределение на позициях четырех главных составляющих, собственно говоря, воли, эмоции, физики и воли, эмоции, физика. Не, не, не интеллект. Логика, верно, да. Почему-то вылетела из головы. Вот эти четырех составляющие и зависимости от места в ряду для человека, это, собственно, формирует личность. И вот в партнерстве, в партнерстве, в найме сотрудников, я сейчас очень серьезно это смотрю, есть другие методики. Вообще это полезно? Смотреть на психотип? Нет, я имею в виду, полезно партнерство. Я ушел в сторону. Партнерство в целом может быть полезным. Ответа готового нет, конечно. Оно может быть полезно, если обе стороны увидели эту самую пользу от слияния и сошлись представления о финансовых составляющих, сошлись психологические психотипы, потому что я почему-то заостряюсь, людям высоковольным сложно работать друг с другом. В одной команде, когда нет конечной точки принятия решения. Я видел очень интересный подход. Два бизнесмена решили, что сейчас есть польза от того, чтобы они могли сотрудничать вместе. Они сели, договорились между собой. Но так как, может быть, потому что каждый был не раз уже разведен, они решили сразу заключить правила развода. Если мы вдруг посчитаем, что нам это невыгодно, вот мы прописываем правила расставания. И мне кажется, что это внесло большую ясность. То есть ты занимаешься этим, ты занимаешься этим, есть некая структура, но если мы вдруг посчитаем, что нужно разойтись, значит, можно это завершить. Мне кажется, в этом была внесена некоторая ясность в перспективу вообще развития бизнесов. Что они для этого, для выгоды и так далее. Знаешь, это еще раз про, мне кажется, оставление юношеских иллюзий. Вот это ощущение, собственно, уникальности и ощущение того, что то, что происходит в вашем партнерстве, тоже это нечто, то, что нельзя даже помышлять, как о возможности расставания. Это все оставление этих иллюзий. И если когда спокойно, трезво к этому подходить, да. Это предпринимательство, мы видим пользу, мы хотим вот так сделать. Каждый вкладывает такие части, на выходе мы получаем это. Ну окей, по поводу партнерства, в целом понятно, я, наверное, скажу свое мнение. Еще раз, много доводилось мне общаться с студиями. Мне кажется, как раз именно в силу некой нашей структурности или других вещей, партнеры очень редко допускают мысль, во-первых, кого-то допустить. Иногда бизнесы настолько не готовы к появлению нового участника, что это, в общем, тоже бывает. Хотя все примеры, когда, например, когда приглашали человека из оффлайна, вот говорят, мы онлайновые, мы вот как-то вот такие, мы, говорит, не очень системные. Хочу найти кого-нибудь, кто системный. И приглашают оффлайновых людей. Они получают какой-то опыт и этих двигают. Еще есть один подход, это создание советов директоров, обычных или независимых, когда люди еще как бы не партнеры, но уже что-то тебе советуют. Это полезная очень история в целом для стратегии развития компании. Не всегда они просматриваются, но в целом. Но совет директоров все-таки это для довольно взрослых структур. Советы директоров? Да. Мне кажется, что для небольших компаний они не очень работают. До ста человек народа. Не стоит. До ста не стоит. Мне кажется, нет. Возможно. Окей. У тебя сайт директоров эффективно работает? Как тебе кажется? А у нас нет. У меня есть просто. Мне кажется, что это скорее такая, у нас, по крайней мере, скорее структура, которая позволяет, инвесторам быть в курсе. Вот так вот. Но с точки зрения драйва новых идей, каких-то там возможностей, предложений по партнерству или чему-то. Ну вот я, кстати, в несколько советов директоров входил. И там больше 10 лет участвовал в совете директоров компании Allavar. Игровой компании. Что я понимаю в играх? За 10 лет я что-то на советах директоров, конечно, понял. Но в принципе, мои советы в основном были про бизнес. Инвесторы советовали про деньги. И на вопрос, мол, инвестору, а что нам делать? Какие игры выпускать? Он говорит, ну я не знаю, какие лучше продаются. Это же даст больше денег. Ну в общем такое. Участие инвестора, оно было, в общем, достаточно поверхностным. А вот независимые директора из бизнеса, из отрасли приносили много пользы. Ну может быть, какие-то советчики нужны. У тебя, кстати, есть советчики, с кем бы ты вообще просто посидел, там пообсуждал по бизнесу что-нибудь. Хочу такую проблему обсудить. Я общаюсь рядом с тобой коллег из числа руководителей интернет-компаний. И какие-то проблемы я обсуждаю с ними. Не всегда, но бывает. Прямо такие интимные можешь обсудить? В том числе, да. Зачем? С парой-тройкой. Ну, во-первых, потому что это возможность для себя так проартикулировать и построить логику происходящего, еще раз, быть может, взглянув на нее несколько иначе. Во-вторых, вторая пара глаз, которая смотрит на это, причем припринимательский глаз и предлагает свои взгляды на обстоятельства. Кроме всего, он лишен некого бэкграунда операционного, он не стеснен этим. Он не стеснен соображениями того, что это фигня, мы туда не пойдем, потому что пробовали. Он предлагает решения, которые рождаются по ходу. У него нет никакого страха, потому что он не отвечает за это, собственно говоря. Я, кстати, часто сталкивался, что в этот момент тебе задавали вопрос, почему ты так не делаешь? Или давай сделаю вот так. И ты не можешь ответить на этот вопрос, почему ты так не делаешь? И вот как-то свежий взгляд, может быть, непогруженность. Это чаще всего интернет-компания или оффлайновая? В моем случае это интернет-компания. Так получается, что мои знакомства практически полностью находятся в области интернета, в том числе и потому, что в этом помогла рунтология. Я вообще с этой программой получается схитрил. То есть для меня это не было работой журналистской, хотя по сути дела сейчас таковой является, потому что там эта колонка выходила текстовая версия на Forbes, в слоне, сейчас в секрете фирмы выходит. мы даже пробовали в какой-то момент делать видео-версию этой истории, какую-то имеет аудиторию программа, но главное для меня было не то, что она дает как эффект для развития моего личного бренда или бренда компании, потому что это привязано к нотологии, собственно. Главное было то, что в процессе интервью собственно достигается реально откровенный разговор с управленцем о том, как и почему он принимал те или иные решения, о том, как и почему развивался его проект. Это действительно любопытно. А вот ты, кстати, видишь очень много людей, ты очень с многими общаешься. У предпринимателей есть что-то, не знаю, общее? Философия? Ну, какие-то принципы, может быть, цели? Есть что-то вообще сказать вот в таком, в общем, уникальном взгляде на предпринимательство с твоей стороны? Вне сомнения есть. Я, конечно, сейчас, наверное, в импровизации не дам самые точные определения, попробую какие-то дать. Основное, конечно, это способность вести за собой, способность и готовность это делать. Она, конечно, звучит, наверное, как-то громко, я даже для того, чтобы усилить этот пафос, процитирую Шварца, Евгения Шварца, драматурга из пьесы «Обыкновенное чудо», он делает это так, как будто имеет на это право. Вот предприниматель, как бы, руководя людьми, делает это так, как будто имеет на это право. Хотя, кто ему дал это право, собственно говоря? Ну, он сам его взял. Вот это вот… Очень интересное замечание. Прости? Ну, тут точнее. Это первое. Второе, наверное, все-таки компетенции маркетолога определенные. Маркетолога, продуктолога, тут можно по-разному это называть. То есть способность увидеть рынок в той области, что он работает или хочет работать. Мы почему-то это всегда называем маркетингом, хотя, мне кажется, это бизнес-девелопинг. У нас вот этого слова почти нет. То есть возможность, ощущение возможности сделать бизнес. Ну, слушай, для меня бизнес-девелопинг все-таки это то, что происходит на более поздних стадиях, когда ты начинаешь компанию оформлять, у тебя в стадии появляется специалист по кадровому делу производства, у бухгалтера не хватает времени, нанимается второй бухгалтер. То есть уже прям как под функцию это понимаешь. А я почему-то думаю, что это и есть смысл бизнеса предпринимателя. Окей, можем и так называть. Это не принципиально. Но для меня все-таки скорее маркетинг, потому что я даже для себя какой-то момент рисовал такой, ну, в уме рисовал иньянь такой, то, что вот компетенция предпринимателя, компетенция маркетолога, порой совмещенная в одном человеке, это есть то главное, что способно создать некую сущность проекта. Вот. Ну, значит, вот это вот лидерство и воля вести за собой, маркетинг или умение, по крайней мере, увидеть продукт или пускай будет бизнес-девелопмент, способность строить бизнес на пустом месте или почти пустом месте. Важна, наверное, также конъюнктура определенная. Как ни странно, вот просто так в тундре каким-то не будешь хорошим предпринимателем, маркетологом, наверное, особо ты там бизнес не построишь. Есть исключения. Там можно вспомнить якутский портал в том же самой, якутский онлайн, по-моему, называется он. Опять-таки, у меня все примеры из бизнеса, в смысле, из онлайн-бизнеса. Там ребята построили вот в этом заснеженном городе, построили очень эффективный онлайн-издательский дом. Но это, скорее, исключение из правил. В общем и целом конъюнктура, она имеет значение. То есть важно время и место, в котором ты находишься и хорошо тебе повезло или ты смог создать эту самую конъюнктуру. Ну, то, что рождается по ходу. Мне почему-то, слушай, я одним только, наверное, хотел бы дополнить. Это особым, наверное, форматом общения с людьми, как сказал Анастас Шлосковский. Надо уметь их убеждать, особенно на начальном этапе, заниматься этим делом. То есть ты и рынок должен убедить, что ты даешь пользу, еще ты должен сотрудников убедить, что ты должен давать пользу и, собственно, вовлекать. Но вообще, если говорить о качестве предпринимателя, по сути дела, я для себя формулирую так свою функцию по отношению к сотрудникам. Оно, опять-таки, может быть, произучить несколько ходульно. Старший товарищ, не босс, не хозяин. я старший товарищ, кто-то помогает профессиональному и личностному развитию непосредственных подчиненных. Я работаю с первой линейкой менеджеров. Да, собственно, когда удается, я и с линейной сотрудниками тоже общаюсь и точно так же стараюсь как-то помочь и поделиться. Там уже дальше на сколько хватает собственного понимания о том, что хорошо, что плохо, как правильно помогать человеку в развитии. Но в целом вот так вот. И вот такая позиция, она, мне кажется, конструктивна и полезна. Мне кажется, она очень правильная, хотя, возможно, мы именно в интернет-компаниях. Мы с Сашей Демидовым недавно обсуждали, что нам кажется, что вертикальных структур, ну, то есть, по крайней мере, в нашей компании, структура управления не вертикальна. Ее можно сравнить с некой плоской сеткой, у которой просто узлы разные. То есть, к некоторым узлам идет больше, какие-то там покрупнее. Но в целом это какая-то другая плоская система управления. Но я подозреваю, что может быть в силу того, что мы в интернете или в силу какого-то нового уклада мы построили компании другие, не такими, как их учат строить оффлайновые бизнесы. Греф вообще сказал, что это и есть трансформация бизнесов из вертикальных в плоские системы управления. Ну, посмотрим, так ли это. Но в этом есть действительно некоторая неожиданность. Мне вот показывают, что одна минута и даже типа не одной минуты. Ну, давай тогда в завершение я попрошу тебя, ну, не знаю, может быть, дать коллегам советы по поводу предпринимательства. Советы давать, мне кажется, занятие неблагодарное, поскольку каждый сидящий в зале, я понимаю, что так или иначе является управленцем, предпринимателем, верно? И для того, чтобы давать советы, лучше понимать предметно, что у него происходит, и тогда эти советы будут полезны. Давай просто поставим многоточие на том, что мы сейчас проговорили, быть может, это было полезно для тех, кто нас слушал. В общем, максимальной прибыли, я так понимаю. Спасибо, Максим. Спасибо большое за диалог. Спасибо.